Читать, познавать и духовно расти. Крым присоединился к всероссийской акции. 2015-й у нас год литературы. Сделали это в торжественной обстановке в Крымском академическом театре. Поучаствовали в мероприятии руководители Крыма, литераторы и журналисты. А в качестве почетного гостя торжество посетил народный артист России, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин. Сотрудники библиотек музейных фондов с гордостью демонстрируют редчайшие литературные издания. Их всего лишь на несколько часов привезли для того, чтобы люди своими глазами смогли посмотреть на книжные памятники и прикоснуться к истории. А в это время на сцене концертного зала развернулась театральная постановка. Зрителям напомнили о громких именах писателей и поэтов русской литературы. Спектакль получился красочным и неожиданным. Едва ли не самым ярким его впечатлением стала игра за роялем в исполнении министра культуры республики Арины Новосельской. После взяли слово официальные лица и первое поздравление от президента России Владимира Путина. Год литературы успешно стартовал во всех регионах страны. Отрадно, что сегодня в реализацию этого значимого объединяющего проекта включаются и крымчане. В сердцах людей Крым всегда был неотъемлемой частью России. А глава Крыма вспомнил свои школьные годы. Тогда, по его словам, все знания получали из книг. Отсюда и целостное формирование личности. Всю информацию получали мы не из интернета, а из книжек о том, что происходило, как происходило. Читали выдающиеся произведения наших поэтов, писателей. Это, конечно, дорогого стоит. Формирование личности, наверное, происходило именно под воздействием литературы. Сохранив свой язык, свою культуру, свою литературу, мы сохраним себя как нация, как народ, как страна. А еще литература – это отличный и самый действенный способ развивать патриотизм и переемственность поколений. Кстати, спикер парламента и по сей день не сторонник электронных книжных гаджетов. Именно с русской литературы начинается русский патриотизм. Ощущение Родины – это, так сказать, литература с детства привитая. В всяком случае, мы, наше поколение, прошли, так сказать, всю школу литературы, воспитались на тех авторах. И, возможно, этот патриотизм, который у нас сидит, он имеет корни как раз литературные. Поэтому я думаю, что это важное событие, особенно для молодежи. Известнейший кинорежиссер, сценарист, народный артист России Станислав Говорухин решил своим примером доказать, что чтение вполне может стать верным спутником жизни. Для него хорошая книга – такое же обязательное приложение, как «Крепкий утренний кофе». В поездку я взял, скажем, Беллу Ахмадунину, такие как бы воспоминания. И самый лучший, по-моему, детектив в мире, я знаю два таких, это в августе 44-го Владимира Богомолова и Фредерика Форсайта «День шакала». Вот, скажем. А дома я перед этим читал, например, Горького. Перечитывал уже в сотый раз. Чиновникам на заметку. Возрождать интерес крымчан к чтению надо не только конкретными примерами, но и реальными действиями. Вот одна из самых банальных проблем – элементарная нехватка домов культуры. Во времена Украины эти советские учреждения, они были базами Союза писателей СССР. Сегодня идёт процесс, связанный с тем, что эти домотворчества нужно отдать действительно писателям. И мы будем обязательно этому содействовать. Был и приятный повод – в честь официального празднования Года литературы более 20 крымских деятелей культуры получили благодарности от Совета министров и Госсовета Республики Крым. Ольга Савенко, Олег Черемисин. Время новостей.